МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И чем более значимый для тебя выход на сцену, тем более значимый день театра. Но поскольку он есть, какое счастье! Пусть и вместе с нами наши зрители порадуются. Это повод для того, чтобы порадовать зрителей. Да, еще раз вместе собраться и какие-то темы обсудить, да? С одной и с другой стороны. А как вот вы будете отмечать день театра? Вы знаете, вольно или невольно театр у нас же связан с домом актеров. И вот там будут капустники ночные. И будет дневное отмечание, совпавшее с юбилеем нашего СТД. Союза театральных деятелей. Так что неминуемо будем отмечать. Раньше отмечали по-другому. Это могла быть домашняя внутритеатральная выпивка, беседы, треп, актерский, хохмы, все прочее. Ну, в любом случае, мне кажется, что такой праздник без улыбки проходить не может. Это, безусловно, веселый праздник. Это уже точно, особенно в мускомедии. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, в каком направлении развивается театр музыкальной комедии, если вот смотреть, например, за время вашей работы? Ну, у вас же уже довольно такой стаж большой, значимый. Вот в каком направлении движется театр? Направление выбрано, наверное, в сторону хорошей литературы. И это влечет за собой определенные новые тенденции. На сцене появляются мюзиклы, и это основное направление. А классическая перета абсолютно комическая. Чуточку уступает место. Но это запросы, которые отражают просто запросы всей страны, будем говорить, всех. Но, честно говоря, самое трудное – поставить великолепную комедию и найти этот материал. Я призываю всех в день театра, композиторов, авторов, всех-всех-всех, поработать над созданием великолепных комедий. А мюзикл – это ведь тоже здорово. Это здорово, но мюзикл, комедия – это вышка. Согласен с вами. А вот опять-таки возвращаемся к вашему послужному списку, что у вас роли сыграно, ну, я скажу так, в несколько десятков тысяч раз больше, чем у меня. И хотелось бы спросить, вот из всего этого разнообразия остались ли у вас роли, которые вы хотели бы еще исполнить, но так и не получается пока? В принципе, так, аж, который не исполнил. Да. Вы знаете, в репертуаре нашего театра, нашего направления, сыграно больше, чем достаточно. Пора влезать в рамки репертуара драматического театра. Возможно, у вас есть Гамлета, хотели бы сыграть? Я думаю, я бы его сыграл. Я не то, чтобы хотел. Когда-то ко мне от телевидения домой пришло, и я читал Гамлета, но, правда, с подсказкой, сидя в собственно изготовленной сауне. И это было великолепно. Это тот самый катарсис, который случился со мной тогда. Отлично. Безусловно. Хотел бы сыграть что-то очень... Ричарда Третьего я бы сыграл, и Гамлета. Мне повезло сыграть кусочек Сиранода Бержерака. Это то, о чем мечтает любой драматический актер, любой серьезный человек. Насколько это возможно, серьезный артист, да? Смотрите, а помните ли вы свою вообще, в принципе, первую роль? Что это было? Бывают первые роли вводные, когда срочно маленький ввод. И бывают достаточно большие роли. Вот большая достаточно роль, помните? Ну, первая роль, где мне пришлось и петь, и действовать на сцене. В великолепной музыке Штрауса и в «Летучей мыши» я играл влюбленного студента. Это как раз тот, кого зовут... Ой, забыл, как его зовут? Альфред. Альфред. Там довольно сложная певческая партия, и я от волнения, присущий мне талантом, убежать от оркестра, убежал от оркестра. И главный режиссер театра подошел ко мне, вдавил меня взглядом в землю, и я думаю, ну все, мое начало провалилось. А он мне говорит, если я к тебе подошел, значит, все будет хорошо. И с тех пор я потом пел и со всеми трудностями справился. Вот, так что театр для актера – это взрыв эмоций, который чаще не видит даже зритель. А этот взрыв эмоций происходит внутри, часто за кулисами, часто невидимый. Или это победа, или это сиюминутное разочарование и желание погибнуть, умереть. Да, обратите внимание, уважаемые телезрители, сколько эмоций вот сейчас за это время пережил только что наш гость. Вспоминаю. Да, да, да. Скажите, пожалуйста, у вас есть возможность сейчас всех, кто имеет какое-либо отношение к театру, в том числе и я тоже, да, поздравить с этим профессиональным праздником? О, Боже! Я вас, знаете, всех поздравляю с желанием оказаться вновь и вновь в ситуации, когда встречается огромное число людей, чтобы отстоять любовь. Театр – это спор по поводу любви, всего святого. Театр отстаивает что-то идеальное в отношениях между людьми. И я хочу, чтобы в этом споре были вовлечены все, кому сейчас может быть трудно, а кому есть поделиться своим счастьем. Присоединяйтесь к нам скорее. Истина, главная истина жизни откроется для каждого из вас по-своему. Каждый из нас найдет себя в этом споре. Да, и я бы добавить в вас еще, что бы хотел, чтобы люди искали какие-то новые методы решения конфликтов. И вот если новые будут найдены, тогда это будет тоже дорого. Да, ничего новее, чем решать конфликт в театре, в зрительном зале, с нами, с актерами, ничего новее и ярче не придумаешь. Пусть приходят. Договорились. Итак, будем дожидаться разрешения множества, миллионы конфликтов любовных в театре. Будем дожидаться этого. Вас благодарим. Еще раз я хочу поздравить вас, Александр Тимофеевич, с этим профессиональным праздником. И пусть для вас он тоже в этом году запомнится как-то по-особенному. Спасибо. Вам спасибо большое, что вы сегодня пришли к нам на интервью. Я напомню, что сегодня утром у нас в гостях был солист Новосибирского театра музыкальной комедии, народный артист России Александр Воскребенцев. А тем временем программа «Вместе» продолжается. Субтитры создавал DimaTorzok